всем привет вы на канале буранга раз 35 будет очередной бложек и собираем мы мотор в белозерск все подготовил мотор абсолютно полностью из новых запчастей но кто у меня боги смотрит тот понимает что с тех деталей что были привезены с человеком с белозерска там нечего взять оттуда было и поэтому картер новый оригинал картер уже подготовил просверлил под смазку подшипников картер запилен под цилиндры цилиндры под картер сразу же сделал переходничок под тайговский насос отрегулировал зазорчик осевой зазор в картере то есть подшипники уже все на месте приготовленные тизы поэтому будем собирать собирал я себе спокойненько мотор никого не трогал прибежал сережа и разобрал снегроход из меня от гусениц и немножко загвоздка было пришлось ему помочь отвлек не отвлек он меня тем что получается сняли крышку снялась вот эта крышка до подшипнику и и был вот такой шарики естественно вывалить подшипник обойма на две половинки раскололась чтобы достать эти две половинки вот такие съемник я раньше его отправлял в комплекте сейчас его в комплекте нету потому что он бессмысленный какие вам не говорю из этого я по сути дела его и убрал из комплекта съемников что пришлось сделать просверлил две дырки два отверстия и просто-напросто керном с другой стороны это все дело выбил и полуавтоматом это все дело заварил обратно по-другому ну я думаю этот подшипник из этой крышки не извлечь было так сейчас получаться на ведущих валах серых вставляют втулочки втулочки парни должны быть обязательно на ведущих валах металлические металлические не пластиковая вот так она выглядит если будет пластиковая пластиковая можно сильно сильно передавить и гусянка бот набегать на звездочку или звездочка на гусеницу не тут кому как удобнее то есть как то так так сами гусеницы данного будет короткие потом еще получается хозяин попросил заменить болты двигателя они уже увидел там износились такие а второй болт еще хуже второй такой с другой стороны точно так же пока меняшь гусеницу и заменить очень удобно а когда гусеницы на месте чтобы эти болты поменять блин обычно геморрой бывает то есть геморрой почему то есть ты гайку начинаешь откручивать болт он так как на квадратики он держится вот здесь в раме на квадратики если еще этот квадрат здесь в раме разбит это вообще проблематично их поменять а если не разбит то немножко как бы сюда выпадывает и начинает проворачивать ну ладно гайку ты еще может быть скрутишь все нормально а потом когда стоит гусянка чтобы этот болт вставить туда обратно совет старых буронистов это берешь болт берешь нитку или ну да нитку проволошину получается вот отсюда так вот из-под гусеницы это все дело туда заводишь попадаешь проволошенной в отверстие и потом ниткой протаскиваешь туда болтик по-другому это не снимаю подвески это не сделать то есть это нереально как-то так парни ну как вы поняли да то есть видео по замене гусеницы подвески не будет потому что никогда хозяину хозяин притащил вместе с снегоход вместе с прицепом ему нужно прицепку входные поэтому никогда снимать видео на просто напросто сделать и отдать на следующий снегоход привезут на этой неделе вот на том снегоходе скорее всего все покажем так 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 ну скажу нюансы да то есть при сборке когда вынимаете ведущего вот она нижняя звездочка вот здесь вот таким образом есть шайбы они с обоих сторон они толщиной 3 миллиметра и она вот так вот лежит вот так и если тряхнуть нормально она туда улетит если профукать этот момент что шайба упала шайба упала и начать ездить это ни к чему хорошему не приведет если же все-таки шайбы туда упала то единственный вариант ее достать это вскрыть коробку верхнюю крышку и каким-то образом это все дело доставать но наверное даже вскроешь коробку там очень мало места будет и каким приспособлением типа наподобие вот такого да вот такого или сюда сделать магнит скорее всего я не знаю у меня ни разу не падали шайбы как бы поэтому я не доставал не не занимался таким делом как бы достать проблематично скорее всего придется перевернуть снегоход вообще кверху ногами и в таком случае она достанется а так я не знаю как и достать ладно сергей алексеевич заниматься снегоходом это хорошечно я дальше собираю двигатель сейчас этап тут немножко этот барил поэтому немножко загибал тряпочку чтобы у меня было все чистенько тут я собрал картер полностью хотел одеть втулку коленвала но пришлось сделать немножко эту крышку сейчас поэтому одеваю втулку коленвала на этом моторе электрозапуска нету не нужен людям электрозапуск втулку одеваю и будем уже ставить цилиндры и все сегодня его до собираю время ночь вот так вот вечер но сегодня его добью пока серый одну сторону дело как раз я до собираю двигатель у нас следующий день как я и говорил я вчера мотор дособирал серега заменил одну гусяночку сейчас будет делать второй стоит уже опрессовываться стрелка не шевелится это хорошечно если под спустить маленько давайте строим покажу как увидите стрелка пошла стрелка остановилась вот так поршнями шевелюсь заколевал давление дергаться компрессия есть так мотор герметичный все отлично остается повесить на него зажигание кожуха охлаждения хозяин привезет снегоход бомб его устанавливать так на сережке помочь по этому снегоходу параллельно буду заниматься мотором получаться это почти готов это часто быстренько надо собирает это осталось немного мотором который у нас поедет в красноборск это который я говорил что он скоткласса ну архангельской области по факту он с красноборска да да красноборск там тоже мотор total то есть нечего взять с него было поэтому мотор будет точно то же самое что и этот абсолютно весь из новозапсты ставлю зажигание не хотел вам показать да то есть ну вот маховике осталось того мотора который был привезен белозерска эти как я их тех кто в виде сказал что там смотрю было нечего взять вот кусок гильзы он прям вывалился то есть он был надковать я немножко пальцем нажал он отвалился и кто у меня сидит в контактике в группе нашей буран гараж 35 может наблюдать почерк недавно парнишка выкладывал такой же маховик этого же мастера да то есть с думаешь по ночным пазами как-то так на тут уже мотор уже собран как бы на новом картере получаться до основания у нас 0 1 0 3 она по факту отличаться только световой катушкой катушка освещения вот этой в остальном она идентична то есть зарядная и датчик у их одинаково вот это зажигание считаться как бы универсальным и уже картера так как нового образца полностью свежий на этот картер она ставится зажигание просто на свои пазы ничего пилить не надо а если бы был этот картер получается как вам объяснить старого образца или универсальный то несут туда заглянуть там видно приливчики под крепление болтов да то зажигание ставится вот на те приливы и приходится вот здесь пропиливать основание ну немножко увеличивать пазы и все больше ничего делать не надо а уже просто спрашивают еще есть картера которая чисто в горизонте и их крепление снизу и сверху там зажигание крепится получается на вот этот паз надо продлевать и нижний паз продлевать и установка такая довольно проблематично потому что надо открутить катушки вот эти две прикрутить плиту основания прикрутить катушки и с первого раза как-то попасть в угол опережения то есть но с тробоскопами сестрельный там не попал это придется опять снова откручивать катушки поворачивать плиту основания и прикручивать катушки обратно но по-другому на том картере не но ничего не сделаешь то есть как то так это очень старая картера это еще самые первые картера которые пошли на рамз 640 по подвеске еще один нюанс расскажу то есть ну как и с той стороны то же самое 3 миллиметровая шайба ложится до ее чтобы она при сборке не упала просто смазка намазывайте ложите туда приклеивайте все и смотрите ведущие волы у их получается можно его так поставить что звезды не будут ну гусеницы не будут совпадать по рисунку просто пока не одели подшипники ничего ставить оставить оставить и представляете и плюс-минус найдете местечко где звезды стоят в одном месте видео маркером пометил две метки поставил ну примерно они будут одинаково все равно как бы в любом случае разбег будет какой-то там плюс-минус там пол сантиметра сантиметр это уже ничего страшного но это так делались делались именно волы не было позиционирования этого самой звездочек все собираем серый все подготовил тележечки пружины поменял красавчик 2 3 и ну я естественно и все это контролируем как как дыры жека в твоем буране сверлят короче перекур все ровно смотрите все сказал как нах заценить ну-ка зацените пацаны гусеницы кривая но пока еще не натянут кто бы да например брызговики там менять устанавливать новые ставить ну вот такие планки они там заводские не стоят там по 200 рублей не знаю на берется просто профиль это 15 на 15 пилится пополам и получается п-образные профильки вот такие ну что ребята сергунь у меня разобрал уже коробку и поэтому ник кому интересно по информации по коробке кратенько расскажу не переключайтесь досматривайте до конца сейчас разбираем мотор но не разбираем осмотрим мотору от этого же снегохода у его мышка сделала домик полный но не полный да скорее всего полный был то есть у меня тут уже сколько просыпалась выхлопной коллектор мышка натаскала овсяной каши овсяных хлопьев и овес он такой хорошо что заметили это удалим и вот так она выхлопном окне вот но думаю что разбирать не буду сейчас я его свечи выкрутил карбюратор тоже снял получается я его сейчас раскручу гайковертом или дрелью наверно дрелью до расключи дрелью она все вылетит оттуда и все ночью останется там как бы я думаю что это не абразив ну как блин можете абразив но от этого задиров критичных не будет потому что неохота разбирать двигатель он собран как я и говорил из новых запчастей то есть абсолютно новые цилиндры поршни поршни все сделано собирал я его хозяин этот новый хозяин вот этот попросил поставить тайговский насос тут стоял вот этот насосик и видите как бы тот первый хозяин отказался от установки тайговского насоса но я так как у меня был мотор разобран эта процедура была недолго я просто взял и нарезал резьбу в картере на будущее сейчас это процедура установки тайговского насоса займет в том что берем из вот этого старого насоса выкручиваем вот этот штуцер не на фиксатор есть бы его ворачиваем сюда все вся и процедура и надо еще поменять подшипники на охлаждение парни вот смотрите о чем все время говорю что выхлопные прокладки наложить получаться широким местом так возьмем новую то есть у прокладочки есть узкое место и широкое место вот это то есть широким ложится оно к выхлопным окнам так как окна технологически сделано вот с такими поднутрениями видите что происходит то есть если бы здесь лежала прокладка узким местом к цилиндру то просто-напросто бы выхлопные газы бы пропускали сейчас не вот так вот раз вот видите с этой стороны узкое место так как здесь плоскость она нормально сюда широким здесь отпечатка стали все хорошо видно как и обещал парни я вам расскажу немножко как собрать коробку реверса до начал обратить внимание начал обратить внимание при сборке ну естественно все отмыть помыть приготовить приготовить и так смотрите первым делом до чтобы не в конце то есть одеваете вот эти два подшипника это 205 на 104 вал вал заднего хода и 204 подшипник на 104 вал одевать не нужно потому что вам будет не ставить поставить шестеренки начинаем так начинаем все с вала заднего хода до свала заднего хода обязательно отпустить натяжитель натяжитель находится с этой стороны он эксцентриковый да он эксцентриковый прокручиваете так что ищите самое маленькое положение натяжки то есть чтобы цепочка была полностью ослаблена если будет цепочка не ослаблена естественно вам ничего не вставить будет так и второе на проконтролировать чтобы если как бы внутрь можешь не показывать внутрь и туда загляните чтобы цепочка была на звездочкой может быть такое что цепочка слетит с одной с одного ручья звезды и приедете очень быстро уберем вал заднего хода его сюда за пыль его сам забыл как чудо она не делаем таким образом мы сюда запихиваем еще раз повторю без подшипников если с подшипниками вам ничего не сделать так и берем сто четвертый вал и тоже его заводим еще на не забыть вот эту шестеренку шестеренка одеваться на сто четвертый вал я уже такой этот сам забыл что коробки собирать давно не делал так это все опачку все стало на место следующее берем стопорное кольцо она у нас ставится вот здесь перед 205 подшипниками его желательно поставить вниз разрезом чтобы масло не задерживался стекала сами берете кольцо она получается ограничительная нас вот такого кольцо ставится здесь и вот здесь то есть их две штуки коробки берете его вставляете вставляете берете подшипник подшипник 204 а так прижимаете кольцу и смотрите вот сюда на зазор поймете плюс-минус то есть если там вы видите зазор да вот вот так вот если придется видите зазор там есть есть вот такие регулировочные шайбы то есть закидываем одну шайбочку одну шайбочку и одеваем подшипник подшипник конечно можно погреть чтобы он легко оделся сейчас нагреем подшипник оденем подшипник сюда подшипник одели смотрите что получаем то есть да вот если крышки нету у нас есть здесь люфт зазор это не люфт зазор это парни берем так крышку учатся крышку вот так закрываем крышку и пробуем их блин мало то есть надо по сути дела еще на линию очень шапочку уж то есть но сейчас полностью выберем зазор зазор убираться как поняли для вот этим регулировочным чтобы снимать подшипник чтобы снимать подшипники 204 эти вам понадобится вам понадобится вот такой съемки вот такой съемник без такого съемника молотком скалачивать если съемки есть это хорошечно замечательно сняли подшипник подложили шайбочку сейчас их две штуки там и получаться получили зазор то есть он есть но при закрытии крышки он будет нормальный зазор должен парни быть если зазора не будет вас просто-напросто даже с маслом сгорят подшипники то есть они перегреются и потом в итоге зашумят будет гулять коробка подшипники в коробку на оставить все открыты потому что тут все в масляной ванне поэтому подшипники будут открыты поставили вал заднего хода то есть до деле подшипники у его получился тоже вот такой зазорчик да такой зазорчик вот но я не одевал шайбы не сюда не сюда почему потому что то есть бал заднего хода он боль как бы как вам объяснить ну на вал заднего хода есть возможность подсунуть или с этой стороны регулировочное кольцо или с этой и надо относительно плюс-минус трамвальная остановка на глаз относительно натяжника выставить чтобы цепь шла более-менее ровно ну по-другому я не знаю как объяснить то есть у меня сейчас получается вам надо сместить в эту большую сторону то есть подложить кольцо регулировочное под этот подшипник все снимаю снова это подшипник подкладываю колечко будем уже все собирать под кожу если там посмотрите не не видно толком подложил колечко и все сейчас у меня дефтится здесь уже нету есть чуть-чуть на руку ощущаться чтобы был за раз взор тепловой все коробка собрана получается да практически нам остается только отрегулировать юг передач до регулировка у нас находится здесь у нас пошли с подпаску отвертку вот здесь контрагайка отпускайте контрагайку и вращаете по резьбе юг охоте да но перед этим просто-напросто берем крышку крышку закрываем коробку она же определить куда нам регулировать закрываем коробку и включаем допустим любую передачу сейчас на нейтрали передняя передача включилась снимаем крышку аккуратненько держи вот здесь вот так сняли крышку смотрим у нас полностью включилась зацепление первой передачи то есть шестерен канала буквально там миллиметрик не дошла закрываем обратно крышку закрыли крышку и выставляем нейтраль вот так нейтраль нейтраль все четенько скрываем крышку это самый простой способ когда коробка разобран смотрим нейтраль то есть она у нас и здесь не касается и здесь остается место место до задней шестерни то есть она не цепляется видите но сейчас посмотрим как будет задней задней подачи насколько вот идет полное включение задней передачи все четенько можно конечно как бы я тут ничего трогать не буду но она на нейтрале включалась как вот тогда получается где-то вот такой зазора здесь чуть побольше зазор можно сделать так что чуть чуть и вперед увести но в принципе тут нормально то есть она и задняя включаться и передняя полностью включаться и нейтраль а так если у вас не получается да то есть нету нейтрали или не до включаться передняя передача именно в зацеплением не доводит вот таким вот способом вот в таком положении включаться то и шестеренку надо вести туда это все таки сказал контргайк отпускайте и вилка двигает это все дело все подготавливаем с вами сами закончена с этой коробкой больше после сборки да нам остается натянуть цепочку смотрите сейчас она вот в таком состоянии натянуть надо ее чтобы она вот вот такой прямой осет отклонялась в одну сторону вот так вот примерно и в другую примерно вот так часто она естественно не натягиваться это все дело как и сказал натяжником натяжником натяжник получается надо тем натягиваться в правую сторону против часовой стрелки если вы парни плохо поняли да как бы ну может быстро объяснить потому что батарейка садится на немножко отъехать потом все быстро если вы не поняли весы под этим видео наберется 500 лайков я вам сниму с нормальной камеры все четенько все по полочкам разложу без спешки сниму как собирать коробку реверса на буране на 500 лайков если под этим видео наберется сниму так еще не сказал да пока у нас коробка здесь разобрана берем масло масло будем лить можете дорогие масла в принципе можно не покупать полусинтетика лукойл 400 грамм прямо наливаем сверху чтобы потом не заливать через пробку не мучиться как то так